Добрый вечер. Программа в центре внимания на общественном телевидении Приморья. Я ее ведущий Владимир Рощенко и у нас в гостях Евгений Николаевич Подшивалов, руководитель департамента по инвестиционному развитию агентства стратегических инициатив. Евгений Николаевич, вы наш гость издалека. Расскажите о своем агентстве и с какими целями приехали в Владивосток? Агентство было создано в 2011 году по решению правительства Российской Федерации. В тот момент представителем правительства был Владимир Владимирович Путин. В настоящее время он уже в ранге президента Российской Федерации, возглавляет наблюдательный совет агентства. В моем ведении находятся вопросы реализации проектов по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации, ее регионах, муниципальных образованиях. И сегодня мы проводили очередной, уже восьмой семинар курсной инвестиции для субъектов Дальневосточного федерального округа. Участвовали преимущественно предприниматели из различных субъектов, приехали коллеги из Якутии, из Магадана, из Хабаровского края, обсуждали текущий статус как раз проектов, которые реализуют агентства, либо участником которых является агентство, связанных с улучшением бизнес-среды, с улучшением инвестиционного климата в России. Ну вот смотрите, слово инвестиции, слово стратегии, как всегда выглядят для человека, который смотрит нас сейчас с телеэкрана, словами абстрактными, далекими от его обыденного существования, далекими от его жизни. Стратегии, инвестиции – это, казалось бы, миллионы или десятки миллионов долларов. В то же время в документах, которые я смотрел, связанные с деятельностью вашего агентства, очень много говорится как раз обыденных вещах, которые касаются жизни каждого человека. Вот давайте попробуем все-таки рассказать о том, как это может ваша деятельность изменить жизнь обычного человека. Вы знаете, линейка проектов, она охватывает все уровни. Наверное, знаете, на федеральном уровне реализуется проект национально-предпринимательская инициатива, отдельный трек сегодняшнего мероприятия был посвящен ему. Он стартовал три года назад и, в соответствии с поручением президента, должен в этом году завершиться. И как раз сегодня вместе с коллегами и предпринимателями Дальневосточного округа смотрели на него критически, попытались посмотреть критически, что удалось достичь, что необходимо поправить, может быть, добавить что-то новое. Есть проекты, связанные с региональным инвестиционным климатом, они более, то, что вы говорите, носят какой-то абстрактный характер с отдаленным результатом, что невозможно померить прямо сейчас, в моменте. Хотя не все. И сейчас мы развиваем проекты, связанные с муниципальным уровнем. И эта земля, это то, что касается непосредственно людей, в чем они заинтересованы, есть достаточно интересные истории. Например, в одном из центральных районов, центральных регионов страны, в Тамбовской области, есть город Котовск, и мэр города практикует так называемый обед с инвесторами. Странно, наверное, может быть, по-странному звучит. Все происходит на территории администрации, как подчеркивали особенно, платит каждый за себя. Тем не менее, есть реальный конкретный выход. Выход в виде инвестиционных проектов, которые реализуются. Это и обновление парка общественного транспорта, коммерческого общественного транспорта, я имею в виду. Это и небольшая, может быть, но фабрика мебельной фурнитуры. Вот что-то такое конкретное, что имеет свой выход уже сейчас, уже в моменте. Достаточно быстро реализуется. И такого рода практики, такого рода истории мы пытаемся собрать и сделать доступными, описав их и предложив тиражированию различными субъектами, различными регионами, различными муниципалитетами. Я смотрел подготовленный вами, по-моему, пару лет назад сборник лучших практик. 27 субъектов Российской Федерации вы там упоминаете. С Дальнего Востока, по-моему, упомянули только Камчатский край тогда. Что-нибудь здесь, во время этого общения, во время этого вашего приезда, что-нибудь прозвучало, что для вас было бы привлекательным, интересным? В рамках этого мероприятия такая задача не ставилась. Но надо сказать, что в сравнении с предыдущими годами мы пошли в развитие. И свою региональную активность в области улучшения инвест-климата мы стартовали с проекта «Региональный инвестиционный стандарт». И вы, видимо, говорите о сборниках лучших практик по итогам внедрения регионального инвестиционного стандарта. Действительно, Камчатка попала в состав доноров таких лучших практик со своим инвестиционным советом, где достаточно существенное по сравнению с другими регионами России представительство предпринимательского сообщества. То есть наряду с представителями органов исполнительной власти субъекта, наряду с муниципальными служащими, наряду с представителями федеральных органов исполнительной власти и их территориальными подразделениями присутствует бизнес и в существенной доле. Это нам показалось интересным, и мы взяли за ориентир. Мы пошли немножко дальше. С тех пор у нас появился новый большой федеральный интеграционный проект «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата». Некоторые из положений регионального инвестиционного стандарта были интегрированы в состав показателей национального рейтинга. И уже в рамках этого проекта мы также осуществляем отбор, описание и обеспечиваем тиражирование лучших практик. Вот в прошлом году по итогам пилотной апробации национального рейтинга, в которой участвовали три субъекта, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, также описывали лучшие практики, и в их состав попал опыт Приморья с гарантийным фондом и опыт Республики Саха и Якутия с фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. Мы стараемся описывать эти практики для того, чтобы другие регионы, не связанные даже с Дальневосточным федеральным округом, могли увидеть, как коллеги подходили к тому или иному решению, и могли, если не повторить, то учесть их опыт. Мы не призываем к абсолютному дублированию, к тому, чтобы опыт конкретной территории наслаждался на другой территории. Абсолютное такое тиражирование, оно вряд ли возможно, мы это прекрасно понимаем. У разных ресурсов, в конце концов, и людские, и природные, все совершенно по-разному. Слишком много факторов, именно поэтому мы описываем в формате ключевых элементов, то есть мы показываем, из чего состоит эта практика, и как она может быть внедрена, в том числе описываем, какие препятствия возникали при ее внедрении, чтобы коллеги могли их учесть и ускорить этот процесс. В конечном итоге все направлено на упрощение процедур, на их ускорение, и в конечном итоге на удешевление для предпринимателей, будь то разрешительные процедуры, будь то процедуры, связанные с лицензированием, с разрешением на строительство и так далее, и так далее. Я так понимаю, что, наверное, главным, на что вы постоянно обращаете внимание, это взаимодействие региональных органов власти с бизнесом. Здесь чувствуется, в Приморском крае, что есть противоречия, есть взаимное непонимание, недоговоренности, недоделанные какие-то пути взаимного соприкосновения. Трения бывают разными. Наша задача – обеспечить конструктивный диалог. Очень часто органы исполнительной власти не слышат. Я говорю сейчас не о Приморье, не о Дальнем Востоке вообще, а о России. Это, наверное, самое главное в создании инвестиционного климата, благоприятного именно в стране. Мы изначально пошли по пути выстраивания диалога бизнеса и власти. Именно этим характерны все, по сути дела, наши проекты, потому что и НАЦ-рейтинг, он составляется бизнес-объединениями. Это не государственный рейтинг, это рейтинг, который формируют бизнес-ассоциации, основные на нашей площадке. Региональный инвестиционный стандарт, который оценивается предпринимательским сообществом, его внедрение. Атлас муниципальных практик, которые мы сейчас сформировали, также оценивается его внедрение представителями бизнес-сообщества. Поэтому диалог бизнеса и власти пресловутый, может быть, уже замыленные какие-то слова, но это большой магистральный самостоятельный трек, в рамках которого у коллег есть возможность как высказывать свою проблематику, так и пытаться вместе находить эти пути решения. Трение есть, трение есть везде, а наша задача обеспечить конструктив. Этим занимаемся мы. У нас в агентстве создан и функционирует институт кураторства. И коллеги, за которыми закреплены соответствующие регионы, помогают найти этот компромисс, помогают сгладить какие-то острые углы. Этим занимаются наши региональные представительства, в том числе развернутое в Дальневосточном федеральном округе. Этим занимается институт общественных представителей, которые мы формируем сейчас и расширение которого идет. Поэтому трение есть, но они все решаемые. И каких-то, что называется, клинч неразрешимых, на моей памяти не было. О свободном порте Владивосток говорили на семинаре сегодня? Говорили через призму возможностей. Немногие предприниматели, как мне кажется, по крайней мере, местные предприниматели, наверное, видят себя. Есть некоторые, у некоторых предпринимателей складывается мнение, что в основе своей института развития региона, института развития округа ориентируются на внешних инвесторов. Может быть, исходя из тех первых результатов деятельности, мнение складывается справедливо, но мне кажется, коллеги из Минвостока развития, коллеги из институтов развития округа, они ориентированы не только на бизнес внешний по отношению к региону, либо бизнес внешний по отношению даже к стране, то есть иностранный бизнес. Ориентируются в том числе и на местный бизнес. И местный бизнес ждут. Эти возможности создаются для всех, а возможности универсальны. Поэтому наша задача как агентство, и у нас отдельный трек есть, это повышение информированности бизнеса, о тех мерах поддержки, о тех возможностях, которые создаются в регионах, в том числе через создание таких институтов и инструментов, как свободный порт, территория, приезжающая в социально-экономическое развитие, особые зоны, индустриальные парки и так далее. Расскажу вам такую историю. Один достаточно влиятельный предприниматель в Приморском крае осуществил свою, я так понял, детскую мечту. Он построил отель, в котором постоянно подогревается морская вода, чтобы бассейны были с морской водой. И он мне рассказывал об этой своей стройке, она у него шла не очень ладная, было много всяких проблем и разговоров вокруг этой стройки. Но когда он рассказывал, он говорил, что у меня мои друзья, тоже обеспеченные люди, спрашивали, а почему ты не построишь этот же отель с этой же подогреваемой морской водой, ну, в той же Южной Корее там тоже есть длинная достаточная зима и так далее. Он говорил, я это сделал потому, что я патриот Приморского края. Ну, эти слова лет шесть назад звучали, ну, так скажем, не слишком, ну, актуально. Диссонировали в свой фон. Да, да, да. И вот этот его проект, он заключался в том, что он вкладывал свои деньги в развитие своего края. Какие такие вещи, может быть, идеологически обеспечивает, ну, ваше агентство? А рассматривает ли ваше агентство? Вы знаете, я, наверное, на примере расскажу, чтобы через прикладной характер, раз было понятно, о чем может идти речь, развертывая национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, мы рассматривали в том числе показатель эффективности деятельности регионального института развития. И специфика рейтинга состоит в том, что оценивают региональные предприниматели, региональный бизнес. И в составе пилотных субъектов была Республика Татарстан, которая сейчас по итогам уже полномасштабного рейтинга 2015 года занимает условное первое место, входит в высшую группу регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. И, как ни странно, по итогам, при всех успехах, при представительстве России в международной организации инвестиционных агентств, когда агентство инвестиционного развития Республики Татарстан поступает представителем, при известности мировой эту организацию, этот институт развития действительно знают на межстрановом уровне, не только на мудрероссийском. При этом, при всем, Татарстан получил низкие оценки по эффективности деятельности института развития. Именно в той связи, что оценку давали местные предприниматели. Коллеги были ориентированы наружу. Они работали с инвесторами, приходящими извне, из-за пределов Республики, из-за пределов Российской Федерации. И тот период между оглашением результатов пилотного рейтинга и проведением полевых исследований полномасштабного рейтинга 2015 года, коллеги смогли таким образом скорректировать свою работу, что оценка их деятельности существенно повысилась. Местных предпринимателей. Оценка местных предпринимателей, через мнение которых меряется национальный рейтинг в данной части, существенно повысилась. И на это им потребовалось всего два года? На это им потребовалось менее чем два года. В июне были оглашены итоги пилотного рейтинга на Питерском международном экономическом форуме. были нами также описаны лучшие практики. И коллеги в период осень, самое начало зимы, самое начало года провели необходимые мероприятия, познакомили предпринимателей со своей деятельностью, с деятельностью агентства. И дали понять, что их тоже ждут. Что все те меры, которые предусматриваются, меры поддержки, я имею в виду, все те площадки, которые созданы, они рассчитаны в том числе и на местных предпринимателей. И мы подталкиваем агентства развития, мы подталкиваем корпорации развития, мы даем увидеть те возможности, которые есть, которые формируются, и вовлекать свой бизнес. Не только искать кого-то извне, крупного или среднего, но и дать возможность расти своему бизнесу. Потому что, я думаю, все заинтересованы в росте регионального бизнеса. Это рабочие места, это налоговое отчисление. История успеха, которых сейчас единицы, когда компании вырастали из малого в средний бизнес, либо из среднего в крупный, они будут интересны всем. Эти истории успеха нужны, и в том числе с точки зрения популяризации предпринимательства. Ведь вы же знаете, что последние исследования показывают, не такая большая доля людей, не такая большая доля граждан готовы начинать свое дело. Ну, естественно, проще получать, чем зарабатывать. Это известно. Еще лучше получать много. Да, да, да. Что, дескать, вот сейчас там откроется свободный порт Владивосток и прольется некая манна небесная. Хотя этого не будет, потому что для этого необходимо работать. И вот в этой связи вопрос, а что может сделать местное законодательство, изменить как-то так условия в отношении своего бизнеса. У вас много говорится о юридической практике обеспечения предпринимательства. Какие здесь есть практики в других регионах страны? И обеспечить при этом еще долговременность этих и гарантий, и возможностей, что не перевернется все за один момент? Вы знаете, сейчас по общению с предпринимателями в рамках тех мероприятий, которые мы проводим, вопрос стабильности регулирования, он выходит на один из первых планов. Это наряду с доступностью финансирования, наряду с доступностью необходимых трудовых ресурсов. По мере возможности, учитывая, конечно, бюджетную обеспеченность, регионам целесообразно обеспечивать эту стабильность регулирования. То есть если льготы предоставлены, и предоставлены на реализацию какого-то проекта, и было дано соответствующие гарантии, соответствующие льготы, то, конечно, слово свое надо держать по мере возможности. Другое дело, что бюджеты региональные закредитованы, и региональные финансы не все находятся в хорошем состоянии. Решается данный вопрос, мне кажется, индивидуально. С точки зрения нормативной, насколько я понимаю, очень старый закон об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, еще в Российской Советской Федеративно-Социалистической Республике, по-моему. Могу ошибаться, не ручаюсь за точность, но закон не новый явно. И закон об инвестиционной деятельности, осуществляемый в форме капитальных положений, такую оговорку содержит, что новые законы, ухудшающие положение инвесторов, не должны иметь обратной силы. Но все зависит, конечно, от ситуации. Но, повторюсь, гарантии... Вопрос даже не столько в сохранении самих льгот, а сколько в стабильности оборота делового, в стабильности принципов, правил, повышает уровень доверия предпринимателей к региональным властям, к местным властям, и их необходимо обеспечивать. Этот уровень доверия необходимо поддерживать и обеспечивать. О малом бизнесе в ваших стратегических инициативах, несмотря на такие высокие слова, сколько места уделяется именно малому бизнесу? Ну, вы знаете, что в апреле месяца этого года был Государственный совет, посвященный вопросам развития малого и среднего бизнеса на территории России, в субъектах Российской Федерации. Есть отдельные поручения президента, которые касаются непосредственно нас. Мы принимали участие в разработке стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года, которая сейчас вносится, внесена в правительство Российской Федерации. Мы, конечно, разрабатывали некоторые решения, касающиеся упрощения административных процедур. Особо, наверное, я хотел остановиться на отдельной истории, связанной с нашим новым проектом. Проект также посвящен выявлению и тиражированию лучших практик, но уже на муниципальном уровне. Один из примеров я уже приводил. Как ни странно, хотя, может быть, совершенно не странно, как раз эти примеры имеют конкретное прикладное выражение. Есть, допустим, опыт Ростовской области, в частности, город Шахты, где все разрешительные процедуры по строительству, по выделению земельных участков были замкнуты на многофункциональные центры для предпринимателей, и им удалось существенным образом сократить сроки прохождения таких разрешительных процедур. Мы эту практику описали, и попробовали, наряду с другими практиками, и попробовали ее, предложили ее попробовать другим муниципальным образованием, и получили достаточно интересный результат. Например, коллеги из Шебекинского района, Белгородской области, попробовали применить эту технологию у себя, им удалось достичь существенного сокращения сроков подключения к сетям газораспределительных. У них было порядка 400, свыше 400 дней, порядка 440. Сейчас, по их замерениям, 109 дней. Вот такие интересные вещи, которые имеют конкретный результат, мы пытаемся собирать. На первом этапе это было 35 регионов, 65 муниципалитетов. Мы интегрировали их практики, описали и попробовали пропилотировать. То есть взяли описание этих практик и предложили другим муниципальным образованиям попробовать реализовать их у себя. Есть что-то, что выглядит, может быть, несколько странно. Например, практика инвестиционного послания главы муниципального образования. Ну, вроде, что такого, да? А в то же время коллеги из города Братска и Иркутской области зафиксировали существенный рост обращений предпринимателей малого бизнеса в первую очередь после того, как глава города выступил с таким инвестиционным посланием. Ну, человек объявляет о своих намерениях. По крайней мере, он дает слово. Если он хочет быть у власти достаточно длительное время, то он должен свое слово держать. Поэтому практика такого обращения это, наверное, вот как раз тот момент, который, грубо говоря, за базар-то надо отвечать. Может быть, именно это вы делаете. Грубо говоря, да. Но здесь та самая стабильность может быть кажущейся. Но, тем не менее, бизнес верит, бизнес идет, бизнес готов проверять те принципы, которые декларируются. И ясность. Такого рода выступления мы не говорим о подготовке стратегических документов планирования. Хотя, если у муниципального образования есть такая возможность, то, безусловно, особенно с учетом принятия федерального закона о стратегическом планировании, документы стратопланирования быть должны. Они позволяют определять приоритеты в первую очередь. Потому что складывается ситуация сейчас, откровенно говоря, такая, что муниципалитеты и регионы готовы принимать в себя любого инвестора, не оглядываясь на то, обеспечен он необходимыми ресурсами на территории, соответствующей кадрами, инженерно-техническими ресурсами или нет. Инвестор приходит, мы готовы его посадить, несмотря ни на что. Если коллеги будут понимать свои приоритеты и декларировать их наружу, предприниматели будут понимать, что в этом районе развивается молочное животноводство, а совершенно не мясное, и позволит предпринимателям планировать свой бизнес и в своем планировании заглядывать чуть дальше, чем они заглядывают сейчас, например. А вот скажите, вот этот законопроект о стратегическом планировании, он уже в какой-то стадии в Государственной Думе или еще готовится? Я боюсь, это уже федеральный закон, который определяет перечень и уровни документов стратегического планирования, декомпозируя их до уровня муниципальных образований, и все муниципалитеты тем или иным образом столкнутся с необходимостью разработки стратегии, стратегии социально-экономического развития. Мы в рамках регионального инвестиционного стандарта говорили о разработке инвестиционной стратегии субъекта Российской Федерации. В принципе, речь тоже в основном о приоритетах и о их реализации. Какие отрасли являются приоритетными, и в этой связи, как будут распределены меры поддержки, потому что бюджеты не настолько бездонны для того, чтобы можно было поддерживать любой бизнес. Поэтому, конечно, в регионе должны быть определенные приоритеты по отраслям, по направлениям, то, что нужно региону, то, что можно использовать физическую инфраструктуру, имеющуюся физические условия. Ну и самое главное, наверное, отношение самой администрации, будь то регион, будь то муниципальное образование, то, что сейчас называется модным словом soft skills, то, что очень трудно померить, но вот та самая клиентоориентированность в отношениях между бизнесом и властью, когда власть воспринимает бизнес как своего клиента, а не как просителя, либо как в некоторых случаях, что называется, врага, можно прослеживать из публикаций, из каких-то отголосков. Если это будет формироваться, то это во многом будет способствовать развитию принимательства. То есть, если, опять же, в обыденных таких фразах формулировать главные идеи вашего агентства, вашей деятельности, это заставить и бизнес, и власть не жить за сегодняшним днем, то есть буквально минутными, сиюминутными, там, уголь не завезли на какую-то электростанцию, надо снег почистить на улицах, чтобы думали о том, что происходит в жизни твоей территории сейчас, и что будет происходить завтра, это необходимо планировать и понимать. И еще один ключевой элемент, безусловно, смотреть вперед, безусловно, планировать чуть дальше, чем в текущий момент, и сотрудничать. Сотрудничать конструктивно. Ругаться всегда успеем. Спасибо, Евгений Николаевич. Я напомню нашим зрителям в программе «В центре внимания» на общественном телевидении «Приморье» был Евгений Николаевич Подшивалов, директор департамента по развитию институционного климата Агентства стратегических инициатив. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова